Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать! Скажите, пожалуйста, кто у нас сегодня, откуда? Я вижу, что у нас Ярославль сегодня на связи, в котором я буду на следующей неделе. Липецк, Тамбов, Котлас, Москва, Керчь, Братск, Щелково, Березники, Березники и утром были, Крым, Челябинск, Краснодар, Нововоронеж, Мордовия, Раменская, Черноморская, Новокузнецк, Татарстан, Ставропольский край, Сосновый Бур, Тюмень, Орск, Шелезноводск, Ейск, Алтай, Вологда, Воронеж, Саратов, Россыш, Петрозаводск, Майкоп, Калининград, Пролетарск, Чувашия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Сарапул, Рыбинск, Республика Коми, Калуга, Мордовия Большой, Игнатова, Юрга и Ростовская область. Очень хорошо, мы сегодня с вами поговорим об учете психологических особенностей детей при обучении английскому языку, а именно поговорим о работе с гиперактивными детьми. И сейчас у меня будет к вам очень интересный вопрос. А кого мы называем гиперактивными детьми? Давайте подумаем, кто же такие гиперактивные дети, на наш взгляд. Тула тоже к нам присоединилась. Неусидчивые, так, чересчур активные, очень активные, подвижные, очень подвижные, которые очень активные и во всем подвижные. Те, которые не могут сосредоточиться, кого тяжело заинтересовать. Нетерпеливые, так, с диагнозом СДВГ, недолго сохраняют внимание, отвлекаемые, энергичные, не удерживают внимания, не могут сконцентрироваться, сложно задержать внимание, мешающие другим, не совсем. Так, у которых много вопросов, еще больше ответов. Интересный комментарий. Так, трудный, именно в кавычках. Тут можно согласиться. Беспокойный, очень активный. Вот беспокойный, отлично. Ага, кому нужна частая смена деятельности на уроке? А всем нужна частая смена деятельности на уроке. А суперактивный, вот это хорошо. Так, который требует к себе все время внимания. Да. А неусидчиво-мечтательные. Можно и такими иногда назвать. Дети со слабым самоконтролем. Угу. С повышенной познавательной активностью. Ну, в какой-то мере и так. Давайте посмотрим. Итак, что же выделяют психологи? Детей, которых можно охарактеризовать как? Как мы говорили, непоседливые. Невнимательные. Склонные к резким перепадам настроения. От очень хорошего, позитивного до неожиданно отрицательного и угрюмого. А вот, что касается СДВГ, это медицинский диагноз. И поставить его имеет право только специалист в ходе проведения специальной диагностики. Поэтому мы сегодня будем с вами чаще употреблять слова непоседливые или гиперактивные, что является нашими педагогическими терминами и описывают все возможные случаи. Поскольку в гиперактивных детей входят и те, у кого есть действительно диагноз, поставленный медицинским учреждением ПСДВГ, и тревожные дети, у кого какие-то проблемы, может быть, в семье. И дети, которые просто невнимательные, но при этом очень активные. Поэтому мы их будем называть непоседами, либо и гиперактивными детьми. С другой стороны, у гиперактивных детей, у наших непосед, есть и плюсы, которыми можно пользоваться, и которыми попробуем мы с вами посмотреть, как ими пользоваться этими плюсами. Итак, их сильные стороны. Это активность. С одной стороны, это минус, а с другой стороны, плюс. Он не будет сидеть пассивно. Его все время можно вовлекать в деятельность. Обладает быстротой реакции, поскольку момент обдумывания у них намного короче, чем у остальных. Он, скорее, сначала сделает, а потом подумает. Но, тем не менее, этим тоже можно пользоваться. Эмоциональность. Да, они эмоциональны, по ним видно сразу, что происходит у них в голове. И это тоже удобно, потому что заниматься с детьми-нитровертами подчас даже сложнее, потому что никогда не понимаешь, какой эмоциональный настрой у твоего ученика, в отличие от непоседливых детей. Азартность. Их все время благодаря азартности можно вовлекать в игру. Как же построить общение с непоседами? Давайте посмотрим. Что очень важно, что выделяют психологи? Важно поддерживать эмоционально-нейтральную атмосферу. То есть, чтобы они не чувствовали, что вы на них раздражены, либо что вы чересчур ими довольны. Это должно быть достаточно нейтрально, но, тем не менее, тепло настроенная атмосфера. Сохранить ровный, спокойный, доброжелательный тон, поскольку очень часто педагоги, да и с кем не бывает, из-за того, что нас не услышали, начинаем громче повторять что-то. А им можно повторить это спокойно, поскольку чаще всего, когда он вас не слышит, вы попадаете в фазу его неактивности, когда он слегка уходит в себя, и просто вас мог не услышать из-за этого. Реагировать на действия ребенка по возможности сразу, будь то хвалить, поощрять или останавливать, поскольку по прошествии какого-то времени он просто не вспомнит, о чем была речь, поскольку не сакцентирует своего внимания, потому что это уже прошло для него как будто сто тысяч лет. При необходимости повторить просьбу или команду, как я говорил, поскольку он мог просто вас не услышать. Все мы люди, мы иногда уходим в себя, и поэтому имеет смысл повторять. Основное внимание — обращать на успехи, дать ему возможность проявить себя как успешного ученика и тем самым снова вовлечь в свою работу. Оксана Сурина пишет. Его сначала надо догнать. Нет, догонять никого никогда не надо, это я вам еще и по вожатскому опыту скажу. Вот чего-чего, а догонять не нужно. Нужно сделать так, чтобы он к вам сам вернулся. Сажать неподалеку от себя, чтобы иметь возможность ненавязчиво вести непоседа. Что тоже очень важно, чтобы как раз отчасти не возникало вопроса, что его нужно догнать, чтобы контролировать его, чтобы все это происходило. Предлагать выполнить другое действие. Не надо щипать, допустим, Петю, лучше посмотри, пожалуйста, за вот этой кошкой игрушечной, а то она все время падает со стула. Да, то есть дать ему такое задание, дать ему в руки какую-то игрушку с каким-то заданием, которое ему покажется очень важным, да, и которое он будет выполнять. Он, конечно же, будет разглядывать эту игрушку, повертит ее со всех сторон, но тем не менее он перестанет отвлекать других и, допустим, разбрасывать чужие ручки. А вместо этой игрушки можно и воспользоваться, например, пазлом. Можно разрезать один пазл, можно разрезать два пазла, и чтобы он разобрал их каждый на свой. И потом похвалить его после этого задания, поверьте, ему будет, соответственно, интересно, и он с удовольствием этим займется. И вообще вот интересный вопрос. Наталья Викторовна пишет, а если ему это неинтересно, найдите то, что ему интересно. Посмотрите за ним, и вы поймете, что конкретно его интересует, сыграйте на этом. Такие же пазлы можно найти и в 12 шагов к английскому языку. В конце учебника они присутствуют, их можно тоже разрезать и постараться собрать. Остальные дети тоже начнут просить пазлы. Если начнут просить пазлы, перейдите к этому заданию, выполните все вместе, а потом вернитесь к основному. Главная задача при обучении дошкольников это развитие ребенка, поэтому пазлы их хорошо развивают. Почему бы и нет? Если им это интересно, можно этим и заняться. Собственно говоря, мы и подошли к обучению непосед, от общения к обучению, как их учить, как с ними заниматься и как это все делать во время основного занятия. Итак, что очень важно, что у них повышенная активность используются как естественную основу для обучения. То есть все психологи используют, собственно говоря, их активность как основу для обучения. Вот пишет, и весь урок на смарку, все собирают пазлы. Не стоит быть столько категоричным, но на самом деле в жизни все происходит немножко по-другому. Сначала собрали пазл, потом вы их увлекли другим заданием, и все пошло совершенно дальше. Если в случае 12 шагов к английскому языку, если вы сомневаетесь в интересе к вашим заданиям, попробуйте включить кусочек сказки. Он их увлечет, и вы скажете, чтобы послушать дальше, давай позанимаемся, чтобы я включил еще. То есть тут может быть очень много разных вариантов. Вот Иванилова пишет, не всегда все советы психологов можно применить на практике. Как правило, это не срабатывает. Не совсем так. Я работал в школе, сразу отвечая на следующий вопрос, поэтому приведу пример оттуда. Ко мне в класс привели сложного ребенка. Ребенок долгое время пробыл в школе-интернате. Это накладывало свой отпечаток, и бабушка девочки очень пожаловала, что в классе складывается какая-то неправильная атмосфера вокруг нее. Проведя несколько упражнений на сплочение коллектива, психологических игр, ее все сразу же стали любить и дружить, и она поняла, как себя ощущать в коллективе. Все стало очень-очень хорошо. Поэтому это работает, если все правильно применять. В старших классах сказки просто становятся взрослыми. Я имею в виду задания какие-то более реалистичные, то есть какие-то, скажем так, реалити-задания. И все тогда работает. Итак, какие бывают способы реализации? Игры с движениями очень хорошо работают, когда мы все время разбиваем их моторику. Это очень полезно и очень хорошо работает на таких детях. Пальчиковые игры, поскольку у них моторика, мелкая моторика развита слабо, и, собственно говоря, ее нужно очень сильно развивать. Это развивает и мозг, и, собственно говоря, заставляет их быть более усидчивыми. Используем стихов и песен с имитационными движениями. Конечно же, я покажу видеоролик на это в конце вебинара, где используются движения для запоминания фраз или для структуризации занятия. Физкульт-минутки, как вы уже писали в чате, Татьяна. Подвижные игры, игры с поручениями и так далее. То есть все то, что их может, собственно говоря, настроить на занятия и полюбить ваш предмет. Так, вот тоже, да, действительно пишут, что очень частая проблема, что после физкульт-минуток или активных игр не можем детей ничем успокоить. Тут надо искать подходы, это уже педагогические таланты, мастерство. Не всегда и не у всех это сразу получается, но, тем не менее, все это можно найти. Тут может сработать, опять-таки, вожатский прием, когда, чтобы вас услышали, вы хлопаете в ладоши, говорите, допустим, кто меня слышит, хлопните раз, хлопнули, кто меня слышит, хлопните два, два раза хлопнули, и уже в третий раз они с вами абсолютно три раза прохлопают и будут готовы вас услышать. Обычно всегда работает. Важно, что ритм хороший помощник при обучении непосед. Это может, ритм может передаваться через рифмовки, через песни, через какие-то еще приемы. Вот Елена использует прием волшебная картинка. Расскажите, такого не встречал, но интересно. Правила правой руки работает, особенно, как группы постарше, что если поднята правая рука, то все смотрят на этого человека и молчат, почему бы и нет. 12 шагов к английскому языку. Например, вот такой пример, где нужно сделать раскраску. Кстати, как переход от физкультной нутки к нормальной, не то, что нормальной, к более учебному заданию, от развивающего к более учебному. Раскрасить и назови, где нужно раскрасить и назвать, что это самолет, поговорить немножко о самолетах. И потом уже поиграть в игру, которая будет уже более учебная. На шагах к английскому языку в третьей части можно найти вот такие задания, где нужно послушать и рассказать, либо повторить после того, как прослушали. Собственно говоря, такие задания тоже очень хорошо работают, потому что такие дети очень любят слушать, слушать что-то для них новое, интересное, любят повторять, у них очень хорошая механическая память, и поэтому это тоже очень хорошо работает. Давайте послушаем, собственно говоря, формулировки этих заданий и сами задания. И для начала послушаем задание четырнадцатое. Послушай и расскажи. Listen and tell. Сандра и Александр решили поиграть вместе. Александр предложил быть таксистом, чтобы Сандра со своей куклой Софьей могла поехать за город. Александр сделал из маленьких стульев салон автомобиля и взял в руки папину шляпу в качестве руля. Дети с удовольствием начали играть в такси. Алекс сказал I have a car, а Сандра сказала I have a doll. Послушали это задание, пересказали его, повторили еще раз за диктором и после этого послушали пятнадцатое задание. Повтори Repeat I have three dolls a doll girl and two doll boys Look at my three dolls a doll girl and two doll boys Кстати, в четырнадцатом задании тоже очень много можно сделать имитаций, допустим, что взяли учебники или тетрадки в руки, представили, что это руль, кто-то представил, что он держит как пассажир свою куклу, дочку в руках и что называется рюкзаки поставили ближе к стульям, чтобы изобразить из них колеса и все это очень хорошо поможет вам настроить класс на то, чтобы задание было выполнено на 150% качественно. А в следующем задании тоже вам стоит снарядиться тремя куклами какими-то, чтобы все это показать наглядно, так они счет запомнят и повторят это все как следует. И, собственно говоря, возможно, и вы вызовете непоседу, и он покажет вслед за диктором, покажет, о чем говорит диктор. И все это будет очень хорошо работать. Видел вопрос по поводу того, что дети переходят к рисованию вместо английского языка. Вы можете предложить им отложить это, дорисовать на следующем занятии. Вы можете предложить им параллельно прослушать какое-то задание и выполнить его. Они тоже могут это сделать. То есть тут очень важно, особенно если у вас в группе есть непоседы, и об этом тоже пишут психологи, очень четко структурировать свое занятие, и всегда иметь план А и план Б. Да, я вот когда работал в школе, в начале, у меня, допустим, был третий класс, и какие-то занятия, я знал, что, допустим, если они после какого-нибудь урока музыки или еще какого-то такого спокойного, но не очень сложного для них языка, то очень хорошо шли занятия, и мы выполняли, допустим, 120% от того, что должны были выполнить. Если они пришли после физкультуры, то максимум 80% того, что я планировал, можно было выполнить. Соответственно, я уроки планировал уже так, чтобы было два варианта. Программа минимум, программа максимум, потому что если они, допустим, после контрольной или в детском саду после какого-то сложного занятия, или просто в этот день плохая погода, то не стоит от них ожидать каких-то сверхподвигов, да, или каких-то стахановских реализаций, да, каких-то свержений. Просто нормальное занятие. Если они настроены на то, чтобы заниматься и получать больше информации, то почему бы и нет, но нужно ее давать. То есть тут все-таки должны быть какие-то варианты, вы должны регулировать эту работу, исходя из того, с каким настроением они зашли уже в ваш класс. вот кто-то не против рисования, пусть рисует, он же все равно слышит мультисердсерный метод. Да, именно о нем я и говорю. Итак, ресурсы поделок. У поделок тоже есть огромный, собственно говоря, ресурс, поскольку, допустим, вот на примере стихов и загадок О, сначала вы читаете им стихотворение. Посмотрите на павлина. Нет важнее господина. Примечательная птица, так хвостом своим гордится. Многих он герой открыток, так красив, блестящий пикок. Собственно говоря, так они знакомятся со словом павлин на английском языке. Затем, да, повторили это слово, вы даете им загадку. Он с осанкой горделивый, распушил свой хвост красивый, веер самый настоящий, весь узорчатый, блестящий. Угадайте с двух попыток, кто же это, это, и они вам повторят пикок. И, соответственно, после этого, выполняя поделку, у вас как раз 15-20 минут занятие и пройдет. Вот пишут, мои пяти-шестилетки вполне успешно рисовали и проговаривали слова. Кстати, очень удобно и цвета, повторяем. Конечно же, делая поделку, вы можете повторить и цвета, и, собственно говоря, название, по-английски павлина или какого-то еще животного. И, соответственно, все будет очень-очень интересно и хорошо. Какие помощники есть у Непоседа, соответственно, у нас как инструменты для того, чтобы их обучить. Это игрушки, мы уже о них сегодня немножко говорили, через игрушки. Вообще, игрушка для любых детей является способом такого реального представления, какого-то поигрывания каких-то реальных ситуаций, поэтому они очень хорошо помогают. Карточки с картинками, которые помогают им запомнить, соединить образ слова с образом его реальным каким-то воплощением. Раздаточный материал тоже очень полезен, позволяет дольше удерживать внимание и сдерживать чрезмерную активность, поскольку им становится интересно, они вовлекаются в ваши условия, в условиях вашего занятия, для них условия игры. Развивается мелкая моторика. Вот кто-то не согласен с поделками. На самом деле, даже если вы не доделаете, ничего страшного, можно доделать на следующем занятии, почему бы и нет, у вас времени достаточно много. Итак, собственно говоря, тематические карточки для активной игры есть в 12 шагах к английскому языку, например, к первой книге первой части есть карточки с Алексом и Сандрой, которые можно вырезать, в котором есть еще ряд предметов, таких как книга, и есть задания, с которыми можно поработать с этими карточками. К четвертой части уже идут разрезные маски, которые можно воспользоваться для того, чтобы обыграть ту или иную вещь, как со всем этим работать написано в книге для воспитателей и родителей, которая есть уже внутри каждой части книги, и, соответственно, у вас все будет хорошо, и непоседливые дети, и все остальные дети будут очень хорошо заниматься. О чем говорят птицы из серии «Мои первые английские слова»? Тоже есть разрезные карточки, где нужно разрезать сами карточки, разрезать слова и соединить карточку со они не знают еще, как пишутся слова, не знают букв, но символное изображение слова им уже известно, и, соответственно, они их соединяют, и все у вас получается хорошо. Можно узнать, когда выйдет пятая, шестая и прочая часть серии «12 шагов» к английскому языку, к осени должно выйти все, постепенно в течение лета будут выходить все части. Итак, также у нас готовится серия книг «Развивашки», в которых идет развитие мышления посредством и русского, и английского языка, и развивающих заданий. В первом задании, допустим, нужно, посмотрев на этот рисунок, восстановить его, соединить точки и подумать, как ты думаешь, о ком эта книжка назвать, на русском, на английском языке. Втором задании нужно сказать, как ты думаешь, кто скрывается под знаком вопроса, и нарисовать. Соответственно, вот вам, пожалуйста, еще одно пособие, которое может на какое-то время, когда у вашего непоседа возникают трудности, отвлечь его, немножко разрядить, и потом, чтобы вы снова его могли включить в работу. А также тут есть и задание для того, чтобы сделать поделку, вот из этого получается вот такая поделка, да, которую тоже можно разукрасить, либо предложить ему уже докрасить его дома. Пишет, больше всего дети, Гульсим пишет, больше всего дети любят работать с карточками. Пожалуйста, весь арсенал, собственно говоря, у вас есть, можно с этим работать. Когда они делают поделки, у них развивается моторика, да, поэтому мы в начальной средней, старшей школе, например, говорим, что занятие музыкой очень полезно, потому что тоже развивается мелкая моторика, и это очень важно, это очень хорошо развивает, собственно говоря, мозг и умственные навыки. В стихах и загадках О можно встретить, например, аппликацию, где вырезав все части тела кота, которые можно, собственно говоря, и назвать, вырезав клубочки, назвав их цвета, приклеить их, и, соответственно, очень многое-многое повторить, повторить цифры, поскольку они указаны, повторить цвета, повторить части тела, и, соответственно, и занятие ваше не пропадет, поскольку вы говорили на английском языке в нужном объеме с дошкольниками, и, собственно говоря, им будет приятно, потому что они могут что-то такое поделать, что им очень сильно нравится. Тут, кстати, посмотрите, очень даже важно, в какой последовательности все это клеить, что действительно первым делом надо наклеить тело, а только потом лапка, потому что иначе ее будет не видно. Да, то есть, соответственно, очень-очень много мыслительных навыков задействованы в один и тот же момент, и все это не в академической форме, в форме, которая им более привычна, приятна, и развитие идет со всех сторон. Также можно использовать возможности памяти. Вообще, механическая память имеет очень много возможностей, и очень многого можно добиться благодаря ей. И у непосед, собственно говоря, эта память очень сильно развита. Они готовы запоминать большие-большие объемы. Но, в чем, собственно говоря, есть подвох механической памяти, она механическая, то есть, нет ассоциации с каким-то предметом, то есть, они запоминают просто, как это сказать-то, ну, допустим, как аудиозапись, да, не понимая, что там происходит. Для того, чтобы это было понимание, нужна визуализация, сенсорный подход, мультисенсорный подход, это и так далее. Давайте посмотрим. Итак, необходимо создавать целостный образ слова с использованием. Зрительных ощущений, чтобы он видел, что это слово обозначает. Слуховых ощущений, когда он слышит это слово на слух от вас, от диктора. Мышечных ощущений, когда он либо делает какие-то движения имитативные, либо движения, которые помогают ему держать ритм. Тактильные ощущения, когда, допустим, проводят по символному обозначению слово пальчиком. Важно! Инструкции должны быть четкими, ясными, краткими. То есть, формулировки, ваши объяснения должны быть очень четкими, понятными и быть ясными, что тоже очень хорошо поможет при занятии с непоседами. Итак, если мы говорим по целостному образу слова, очень хорошо реализовано это в серии книг «Первые английские слова» автора Алексея Васильевича Канабеева, где сначала показано, как это слово выглядит в символном обозначении, написано «Маус», «Мышка». Дальше, собственно говоря, он видит саму эту мышь, он может догадаться, что это слово обозначает «мышка», просто назвав того, кто нарисован на картинке. Затем вы ему читаете. «This is a mouse», «It says ick». И переводите, что это мышка, и она говорит «ick». Просите повторить. Затем, и сейчас, секундочку, идет вот такое задание, где вы называете животных, они должны их показать на картинке, либо они называют животных и показывают на картинке. То есть, с следующим заданием можно поработать с разных сторон. Далее, нужно обвести слово пальцем, что дает запоминание на сенсорном уровне того, как выглядит и как пишется это слово. Хотя буквы еще и они не знают букв, они не умеют читать, не умеют писать, но запоминание это очень, как показывает практика, важно. И затем уже задание чисто для их удовольствия, для развития, где нужно разрисовать нарисованного мышонка. так. Ну, вот, кстати, интересно, надо бы пик, пишет Галина Мадина, но на самом деле слышим мы все эти звуки немножко по-разному, поэтому даны такие более распространенные универсальные версии того, как, что говорят, собственно говоря, те или иные животные. Итак, давайте посмотрим дальше. Также можно найти в первые английские слова в книге «Я умею» такие же упражнения, допустим, где идет воздействие на уже рифмовки и запоминание каких-то объемов текста, где они видят уже, собственно говоря, как это слово применяется в жизни. Допустим, как здесь «I can jump», «I can jump high», «Swan cannot jump», «Can you jump?» где показано, собственно говоря, как это слово применяется в жизни, как это все работает, и, соответственно, тогда у них возникает целостный образ слова. Да, эти книги можно получить в почту, заказав их через наш интернет-магазин на портале englishteachers.ru Собственно говоря, вот поближе я вам показал, как выглядит задание на введение слова пальцем, что тоже очень хорошо работает. слуховые и зрительные ощущения этим тоже можно пользоваться, это реализовано в стихах и загадках о, и, собственно говоря, как это все здесь работает. Опять-таки, они видят изображение слова, как оно пишется, как оно выглядит, затем они видят, что обозначает это слово, в данном случае мышку, и вы читаете им стихотворение. Маленькое, но шустрое, и порой умнее кота. Норка, вот ее домишка, это серенькая мышка, вам знаком, ведь Микки Маус по-английски мышка Маус. Они уже сами вам, скорее всего, повторят, как называется, мышка по-английски. Затем вы их проверяете. Хвостиком яйцо разбило, да и репка ей по силам, хоть и маленькая ростом, победить ее непросто. Шум и гам полный хаос поселилась в доме Маус. И опять-таки вы проверили, что слово они помнят, и после этого идет задание приятное для них на развитие, где они именно разрисовывают ту мышку, которую не докрасил художник. Итак, давайте посмотрим дальше. В 12 шагах к английскому языку в 4 части можно встретить, например, вот такое задание, где они уже до этого, я вам покажу, познакомились со словами вилка, нож и рыба-тарелка, а здесь нужно раскрасить и назвать, что же будет очень хорошим заданием, которое поможет вам работать с непоседами. Итак, у непоседов есть определенная цикличность работы. Продуктивно они могут работать от 5 до 15 минут подряд, затем им требуется отдых от 3 до 7 минут, это именно тот момент, когда они уходят немного в себя. Кстати, собственно говоря, их активность, желание повертеться и так далее, это способ растормошить себя, активизировать максимально мозг, поэтому это такое компенсаторное их умение. Давайте посмотрим дальше. В 12 шагах к английскому языку в четвертой части так, ну это как Елена пишет, но это же как раз для дошкольного возраста, или я что-то не понимаю, а на уроках можно брать определенное задание? Да, это все пособия, которые я сегодня показываю, именно для дошкольников, но если вам нужно их учиться, вы можете какие-то задания использовать и в начальной школе, почему бы нет, либо на дополнительных занятиях во внеурочной деятельности, никто этого в принципе не запрещает. Итак, занятие четвертое, посмотри, послушай и повтори, look, listen and repeat. В первом задании они слушают историю, повторяют ее, во втором задании они уже слушают и рассказывают, в третьем повторяют за диктором те предложения, которые написаны, в четвертом, собственно говоря, уже обводят слова и говорят, как они обводят тарелку и ложку, называют их по-английски, по-русски могут назвать, и, соответственно, занятия проходят очень продуктивно. В 12 шагах к английскому языку все занятия имеют от 6 до 7 заданий, вы можете разбить их напополам, этого, опять-таки, никто не запрещает, в зависимости от сил вашей группы. Дальше можно встретить вот такие задания в пятом, допустим, где нужно посмотреть на комикс и повторить его за вами. В шестом задании нужно раскрасить и назвать уже, как я говорил, те предметы, с которыми они уже познакомились заранее. Ну, а в седьмом уже поиграть в игру, то есть игра как самая активная деятельность остается идет в конце занятия. В мои первые английские слова можно встретить и вот такое, собственно говоря, задание, мои первые английские слова, о чем говорят животные, где, например, вот мы знакомимся с словом кошка, написано по-английски cat сверху, они, собственно говоря, видят это слово, знакомятся с тем, как оно пишется, как оно выглядит скорее, и, собственно говоря, уже идет такая вот кошечка, которая говорит with the cat it says meow, да, мы знакомимся с тем, что говорит кошка, опять-таки задание, где вспоминаются уже пройденные животные, задание, где нужно обвести пальцем образ слова и уже затем разрисовать, помочь художнику докрасить кошку, тогда все будет, собственно говоря, хорошо. Итак, что говорят животные, еще один пример, собственно говоря, более подробно, что автор сам предлагает делать с заданиями. Итак, покажите детям картинки, назовите животное по-английски, попросите показать на тот рисунок, на котором оно изображено, как еще один вариант работы с этим заданием. Предложите детям пальчиком провести по буквам составляющим слова. Предложите детям докрасить рисунок, повторяя вслух или про себя название животного по-английски. Вот такие задания очень хорошо работают с непоседами. Если какое-то задание им сложное или в этот момент они ушли в себя, дайте ему возможность передохнуть. Главное, чтобы он не мешал остальным заниматься. И после этого включите его в работу снова. Поскольку идет все время повторение, то никаких проблем у него не будет. Вот Елена пишет, чем дальше, тем интереснее. Мои малыши будут в восторге на следующем году. Хорошая подготовка ко второму классу. Да, действительно, почему бы и нет. Собственно говоря, очень помогает это в подготовке к школе и вообще дошкольное обучение и обучение английскому языку в первом классе, это именно подготовка к основной программе. Мы их учим учиться, мы их развиваем и параллельно запоминаем какие-то английские слова, фразы. Все зависит от уже способности детей. Итак, как можно организовать занятия, например, по стихам и загадкам о, с непоседами. Что он очень хорошо будет делать, это повторять и запоминать по свойствам своей, собственно говоря, механической памяти. Вы читаете, и потом учите с ними и повторяйте. Вид у Пети очень важный. Самолет в руках бумажный, заявляет мальчик смело. Сам игрушку эту сделал. Научу теперь друзей самолетик делать плейн. Затем, собственно говоря, вы им даете загадку и говорите, давайте отгадаем загадку. Они уже все будут во внимании. Если там Петя, вот у вас непоседа, говоришь, с Петей, будь прям очень внимательен, у тебя все получится. И говорите, лист бумаги мы сгибаем и игрушку получаем, покорит она высоты, мы отличные пилоты. Ну, посмотрим, чей быстрее. Раз, два, три, в полете. Конечно же, они ответят правильно, что это плейн. Затем можно уже сложить самолетик по выкройке, предложить его на прогулке, поиграть в самолетики, посмотреть, у кого будет он дальше, у кого дальше пролетит, научить их вот такой замечательной игре. Также есть тренировочные материалы, с которыми тоже можно работать, с которыми можно отвлекать непоседу, если он, собственно говоря, совсем разбушевался. Например, соедини картинку со словом. Вы ему говорите, а сейчас тебе самое ответственное задание. Ты должен соединить картинки со словом, а я потом проверю. Причем, скажем, сначала проведи пальчиком от картинки до слова, а потом уже проведи карандашом, чтобы быть точным, уверенным, что ты ответил правильно. И тогда получится очень хорошее задание, которое отвлечет его на 2-3 минуты, может быть, на 5 минут, и затем вы его снова включите в основную часть занятия. А теперь, прежде чем подвести итоги, очень хотелось бы вам показать авторские видеозаписи соавтора «12 шагов к английскому языку» Юлии Александровны Юшиной со своей ученицей. Ученица это абсолютно нормальная, посередливая, скажем так, но что важно, важно то, как педагог применяет технологии, о которых мы сегодня с вами говорили, для того, чтобы активизировать внимание ребенка и сакцентировать все это на себя. Давайте посмотрим. Ну что, раз мы с тобой играем то тихо, то громко, давай вспомним нашу игру. Называется она «Повтори». «Repeat». Повторяй за мной мою игру. Как у нас папа медведь искал свою большую ложку. Давай сначала искать тихую, раз мы с тобой говорим «Тихо», «До ночи». Итак, задание «Repeat». Повторяй, пожалуйста. «Where is my spoon?» «Where is my spoon?» И с другой стороны. «Where is my spoon?» «Where is my spoon?» «Little bear, little bear, little bear, little bear, where is my spoon?» «Where is my spoon?» Так, а теперь давай играть громко, да, чтобы слышать друг друга хорошо. Еще раз задание «Repeat». Повторяй за мной, теперь громко. «Where is my spoon?» «Where is my spoon?» «Where is my spoon?» «Where is my spoon?» «Little bear, little bear, little bear, little bear». «Where is my spoon?» «Where is my spoon?» Итак, как мы видели, занятие на повторение, что очень важно. Сначала они говорили «Тихо», потом «Громко». Соответственно, это для ребенка будут практически два разных задания. А что еще интересно, они выполняли ряд движений, которые помогали запомнить им эти фразы. Да, там она то качалась, то в одну сторону смотрела, то в другую. Собственно говоря, это вот очень важно. А сейчас давайте посмотрим еще один пример того, как можно заниматься. «Все, слышали меня хорошо?» «Да!» «Вы здесь?» «Так, добрый вечер, Вероник! Hello! Hello! Очень рада тебя видеть! Glad to see you! А ты меня? Glad to see you! Как твои дела? How are you? How are you? Помнишь, how are you?» И отвечали «I'm…» Продолжай. «I'm saying you!» «I'm fine, thank you!» «Дела у тебя хорошие!» «Здорово!» И так, как мы с вами видели, тоже применяется прием, когда нужно прохлопывать ритм в ладошки. И, как вы видите, это очень хорошо работает. Почему поправляют? Потому что ребенку 4 года это еще не требуется. Собственно говоря, потом она повторит в итоге правильно. Да, в логопедии такое есть, когда, допустим, неправильно сформировано небо или еще какие-то проблемы, когда ставят просто правильную артикуляцию, а потом, когда все исправляется, то и, соответственно, звуки получаются правильными. В общем, исправление в данном случае было методически бы неверным. Да, у кого-то могло не быть видео, к сожалению, это возможно в связи с тем, что интернет у всех не идеальный. Бывает со всех сторон проблема, но я думаю, что в основном все все не видели. Так, почему заглавными буквами? Потому что для них, у них еще нет такого сильного различия между прописными заглавными буквами у дошкольников. Потом то же самое, как и в рекламе. Когда мы пишем заглавными буквами, это привлекает внимание. Да, и мы уже не отвлекаемся на какие-то мелочи. Вот написание прописными буквами была бы излишняя мелочь, которая не совсем им нужна. Потом они очень быстро понимают, что такое заглавные, что такое прописные буквы, но в случае дошкольного возраста они еще не умеют написать, не читать, поэтому это им совершенно не нужно. Главное запомнить изображение слова на визуальном уровне. Да, это ярко, крупно и то, что нужно, потому что еще очень важно, чтобы наши малыши не портили зрение так рано, потому что у моей очень хорошей подруги уже ребенок по окончании начальной школы начал носить очки. Да, к 25 годам это еще может хуже сказаться, поэтому все должно быть крупно, ярко и понятно, интересно. Итак, подводя итоги работы, как же работать с непоседами? Нужна четкая структурированность занятий, всегда должен быть план А и план Б, должен быть менее экспрессивный поведение педагога, то есть если у нас пассивные дети, там конечно же нужно их время от времени как-то растормошить, поэтому там экспрессия нужна, здесь нужно очень такой золотой баланс найти между спокойствием и эмоциональным подходом. Важно готовить непоседок к школе, даже небольшое запознание пригодится им там. Собственно говоря, тут очень важно, чтобы он научил учиться, чтобы он полюбил предмет, если он будет любить предмет, то и будет хорошо учиться. На этом у меня сегодня все, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, объясняется ли как-то, почему слово корова читается именно так? Нет, дошкольникам это не нужно, они просто должны правильно повторить слово. В русском языке мы же не объясняем правила русского языка уже с самого рождения, мы просто с ними разговариваем, и в какой-то момент они тоже начинают говорить. Так, про веронар рассчитанную на старшие классы подумаем, как заявку воспринимаю. Да, вот правильно пишет Ксения, карточка со словами написана заглавным буквами воспринимается ребенком как картинка целиком. Затем они соединяют картинку с изображением и картинку со словом прием неплохой. Прием отличный, очень хорошо работает. Так, спасибо большое, вам тоже успехов в работе, хорошего отпуска. А раз вопросов больше нет, то, соответственно, даем вам слайд о том, как скачать сертификат, и затем выложим уже код для скачения сертификата. Спасибо большое за такие приятные отзывы. Так, презентацию можно будет посмотреть завтра на портале englishtichess.ru и там же будет выложена видеозапись. Спасибо большое, до новых встреч. Давайте встречаться с вами на Facebook, на englishtichess.ru и Вконтакте. Спасибо большое, всего доброго.